Всем привет, с вами Мишев, канал Хочу Жить. Стоп алкоголь. Осознание алкогольной зависимости. Начало борьбы с ней. Давайте об этом поговорим. Погнали. Сегодня рубрика кофе с Лешем. Вот у меня кофе я свалил. Кофе сегодня вот такой. Ну, я его уже варил. Ну, если честно, не очень. Вот Якобс, это молотый кофе. Монарки. А пил и в зернах такой. Но больше мне нравится Якобс растворимый. Он действительно с каким-то вкусом, ароматом. А вот такой не особо молотый. Также и Зераму не очень понравился. Так, сейчас глотну кофе. Ну, не так себе. Не могу сказать, что хороший. Не могу сказать, что прям очень плохой. Я пил и хуже. Но я пил и лучше. Ну, ладно. А теперь поговорим о зависимости. Итак, первое, что надо делать человеку, когда он хочет бросить пить, это признать свою алкогольную зависимость. Ну, а в каком случае надо делать это? В таком случае, если у тебя уже начались проблемы на работе, со здоровьем, в семье, постоянно нет денег, постоянно приходится либо занимать, либо брать кредиты, быстрозаймы. И ты понимаешь, что всё это как бы связано с алкоголем. Но ты не признаёшь себе этого. Потому что ты считаешь, что, блин, ну я не алкаш. Да, я там бухаю, но я независим. Я могу пить, могу не пить. Это легко проверить. Прямо вот сейчас, с этого момента. Не пей два месяца. И если хоть раз тебе придётся за эти два месяца напрячься, чтобы не выпить, то значит, у тебя зависимость. А если этого не получится сделать, то тогда этот ролик для тебя. Признать зависимость очень сложно. Я тоже не признавал поначалу зависимость. Я думал, что, ну блин, я же не алкаш, я же не горящий под забором. Я же нормально одеваюсь. Ну, поначалу работал, потом в аварию попал, но не работал. Но всё равно я живу в квартире, всё есть, жена есть. Была машина даже, дверь. Я какой алкаш? Да, бухал. Но потом как-то, я не знаю каким образом, но я признал зависимость. И у меня сразу вот прям вот тот же самый момент, как будто что-то с плеч свалилось, что-то тяжёлое такое. Даже не с плеч, а вот, ну будто бы я вот рубашку, жилетку, нет, это майка, но допустим была бы жилетка. И вот я эту жилетку с себя снял, она весила где-то килограмм 15-20. Я вот её растянул и снял. И вот такое облегчение почувствовал. Просто вот, когда я признаю зависимость, это уже 60% победы над зависимостью. Ну, 50, если не знать информации всей, точнее, не изучать информацию, не вести борьбу с зависимостью. А если начинать бороться с ней, то можно сказать, что 60% победы над зависимостью. Ну, ещё проблемка одна есть, что вот люди, которые кодируются, они не признают свою зависимость. Они просто вшиваются на 3-5 там лет, я не знаю, на сколько можно максимум. И ждут, пока кончится срок кодировки, чтобы потом опять нахерачиться. Чтобы опять потом можно было продолжать так же бухать. Они думают, что всё, вымечились. То есть вот зашился человек и всё, и думают, что он вымечился, что он здоров. Но алкоголизм неизлечим. То есть если человек зависим, то он и будет зависим по жизни. Алкоголизм зависимостью перейдёт в стадию ремиссии. Как вот у меня сейчас и у многих людей, кто не пьёт алкоголь, у них зависимость в стадии ремиссии. То есть всё, она будет до конца жизни, и пока я не возобновлю её, я этого не собираюсь сделать. Ну и многие не собираются, просто иногда так получается. Мы сами не знаем, что может быть в жизни, как, что дальше пойдёт. Но пока я осознанно не собираюсь употреблять алкоголь. Итак, борьбу с зависимостью надо начинать с того, что завести блокнот. Я уже рассказывал в роликах много раз. Ещё надо будет записать ролик, где поподробнее рассказать, как бросить пить. Заводишь блокнот и записываешь в него свои мысли. Всякие мысли, которые будут приходить в результате симптомов отвыкания, которые будут непосредственно приходить, пока отказываешься от алкоголя, когда не пьёшь, 3-5 дней, 10, 20, 15, даже 20, 30 и так далее. И чем выше срок, тем они будут реже приходить, но могут прийти неожиданно. То есть у тебя возбудёт в голове какая-то мысль, и ты будешь думать, а, блин, вот метеорит упадёт. Там, допустим, где-то увидел в новостях что-то там про космос. И всё, и тут ты видишь ещё на небе что-то не так пошло. Тут гроза, и, короче, всё, ты думаешь, метеорит упадёт. И у тебя это в башке начинает раскручиваться. И всё, и мысли-то не твои. И ты думаешь, да нахер, умереть лучше пьяным. И ты выпиваешь, и всё по-новому. Так же с любой, с болезнью, там, с любой, с любой новостью. С любыми, вообще со всем. Так как алкоголь встраивается в нейрон нашего мозга, но я не нейропсихолог, я не могу объяснить это. Поэтому я знаю только, что он повреждает нейроны мозга. И что зависимость управляет тобой. Поэтому мысли и лезут различные, которые не принадлежат тебе. То есть по-трезвому, даже не то, что по-трезвому, а в таком здравом уме ты бы никогда не подумал бы об этом. У меня сейчас тоже полным-полно проблем. У меня сейчас не самый лучший период в жизни. Но я не решаю его с бутылкой. Я могу так решить проблему по-трезвому. У меня не приходят даже мысли, чтобы что-то употребить. Как-то уйти от проблемы. Нет, если она есть, ее надо решать. Да, могу немножко отодвинуть ее, но потом опять решить. То есть пока отодвинется одно, решить другую, и потом вернуться к той. Но они обе важны. И одна важна, и вторая важна. Вот, допустим, у меня сейчас сломался ноутбук. И мне надо научиться ходить срочно. Ну, чем быстрее, тем лучше. Потому что к осени я планировал в больницу. Еще на одну операцию. И я сейчас тренироваться стал. Не то, что тренироваться с гантелями, а тренироваться с ногой. Стал каждый день. По ногу. И пока на ноутбук у меня нету желания, нету времени, нету денег, нету. Ну, нету, короче, сейчас. Не до ноутбука сейчас. Сейчас сначала надо с ногой разобраться. А затем вернуться к ноутбуку. Но, да, не только это у меня проблема. Других я не буду рассказывать. Это проблема личного характера. И вот у меня не приходят мысли, желания напиться и как-то уйти от проблемы. То есть у меня уже не приходят этих мыслей, которые приходили, говорили, не симптомов отрекания. Уже такие мысли в голову больше не леют. То есть меня уже, мой мозг уже не обдурить. Также во время воздержания от алкоголя, когда вы боретесь с зависимостью, пытаетесь продержаться как можно дольше прошлого раза, для этого и нужен блокнот, чтобы смотреть, читать свои мысли, читать, сколько вы продержались. И попробовать продержаться, допустим, сегодня, эту неделю 15. Допустим, этот раз 15 дней. Смотрите, уже все подходит в срок. Сегодня, допустим, 15-й день, а вас уже жутко тянет выпить. И тут вы думаете, что нет, этот раз я продержусь 18 дней. Пусть не 18, но хотя бы 16-17. раз, но ты держишься. И все, и дальше уже легче будет. Потом опять заново. И каждый этот период, который без алкоголя, он не проходит даром, он не проходит просто так. Ты начинаешь осознавать в голове, что-то у тебя там происходит. Уже нейроны очищаются от алкоголя. Ну, я могу это так объяснить. Я током не знаю, что там происходит, но знаю, что длиннее не проходит просто так. Ты учишься жить трезво. Вот что происходит. Поверхностно. А что там внутри, я не могу знать. И вот пока ты борешься с алкоголизмом, пока вот эти самые тяжелые месяцы, дни, можно пить успокоительные, афобазол, стресс-офф, бриллианку. Ну, такие обычные, не сильные. Я, которые знаю, я такие, они безопасные, травяные. И просто пить их постоянно, чтобы всегда было ровное такое состояние. Я не знаю, магний Б6 поможет. Нет такой ситуации. Я его не пил. Пил я афобазол. Я точно помню. Сначала про протен. Ну, про протен, мне кажется, более маркетинговый такой. Афобазол. Вот я долго на нем, можно сказать, сидел. Долго я его употреблял. Потом просто валерьянку стал пить. А стресс-офф я еще сам, если честно, не пробовал. Хотел купить вот его, но никак не получалось. Также хобби. Если будет хобби, освободиться время, которое было занято алкоголем. Его нужно будет чем-то занять. Если у вас будет хобби, это прекрасно. Ну, про хобби я в следующем ролике расскажу. Как бросить пить. В скором времени я его запишу. А пока на сегодня все. Это был канал Хочу Жить. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok